Всем доброе утро! Мы опять копаем. Решили приехать на новые для нас места. Что здесь будет, мы не знаем. Если чего-нибудь будет, обязательно покажем. Так что не переключайтесь. Первое место поиска будет вот такое вот поле. Если находки будут, останемся. А если не будет, переедем искать новое счастье. Смотрим. Вот так чуток подмерзла земля. Ходить приятно. Но это не вспашка. Это обработка дисками. Вот у нас первый интересный сигнальчик. Был не глубоко. И вот такая вот шайба у нас выпала. Сейчас мы посмотрим и узнаем. Давайте гадать вместе. По размерам это у нас, наверное, 3 копейки СССР. Так, сейчас чуток протру и посмотрим. Я ошибся. Это у нас не 3 копейки, это у нас целый пятачок. Пятачок 1924 года. Очень приятная находочка. Они попадаются редко. Ну, сохранчик на четверочку. Однозначно такой экземплярчик пойдет в коллекции. Земля потихоньку тает. Начинает прилипать к ногам. Но мы упорно ищем. Итак, после 40 минут ходьбы, после первой монетки, вот, наконец-то, какой-то сигнальчик. Чего-то у нас не смотрел. Сейчас посмотрим. Посмотрим. Мы имеем 1 копеечка Александра. Но монетный двор КАЭМ не очень частая находка. С этой стороны сохран, я бы сказал, даже хороший. Ну, а с этой стороны КУПРИТ. Ну, попробуем почистить. Я уже точно такую чистил. Только окислы были с другой стороны. Год у нас 1819. Данная монетка будет стоить какую-то денежку. на пиво и шашлык, я думаю, и хватит. Продолжим. Погода очень сильно поменялась. Смотрите, какой туман напустился. В фильме ужаса. Так, смотрите, выкопал какую яму. Был какой-то очень интересный сигнал. яма почти фискарь. Все так хорошо начиналось. Вот видите, выпал сначала такой вот обломок горшка, потом такой, такой. Потом вывалилась вот такая вот конинка. Сломанная, правда, но конинка. И на дне у нас была вот эта загадочная штука. яма, конечно, впечатляет. Я так понял, это, наверное, был старый фундамент. Все так хорошо начиналось. Так, все, ищем дальше. Итак, вот у нас сигнальчик. Земля растала, ноги липнет. Наверное, еще чуток и будем отсюда уезжать. Вот, смотрите. Ты где? Монетка, ты кто? Так, сейчас проверим. Ага, ничего так не видно. Сейчас чуток протру и покажу. Мы имеем одна копеечка серебром 1841 год. Монетный двор не вижу. но я думаю ЕМ. Николай Первый. Много их находил, но все какие-то убиты. Это еще более-менее живая. Единичка чуток подкачала, но мы ее почистим, патиной покроем и будет прекрасный экземпляр в коллекцию. Вот, смотрите, как тут красиво возле дороги. уехали местного поля. Поедем искать новые места. Не переключайтесь. Солнышко подымается. Смотрите, как туман есть. едем на новое место. Там точно будет сундук. Вот такие вот монстры убивают монетки на полях. Там сидит злой тракторист Василий. Во как. Вот едем мы на другую сторону вот этой реки. Смотрите, когда река была плавноводной, а сейчас вот так. Это же, наверное, все было под водой. Сюда бежала вода. Все пересохло. Сейчас пойдем на другую сторону. Смотрите, какой берег крутой. Вон какие-то цветы в такое-то время. Пух, наверное. Вот видите, как обмелела река. мы едем на ту сторону. походим. Так сказать, разведаем место для будущих копов. Вот, смотрите, уходит туда, вдаль. Все высохло. Ударит мороз, приедем, поищем здесь грузики. Хочу себе сделать из свинца на мотоблок противовес. Я думаю, здесь свинец будет. Так, поехали на ту сторону. Все-таки любопытство взяло вверх. Спустились мы к воде на пару минуток. Вот такие находочки здесь можно найти. вот гильза как новая, потому что в воде лежала и вот то, что мне надо. Грузик свинец отлитый из коробочки спичек. Больше показывать тут не буду ничего. Это так, для себя. Смотрите, как стоит вода. и походу тут еще и рыба есть. Она в мук зарглась. Карась это такая рыба, что выжив где угодно. По-любому она тут есть. Интересно, интересно. Так, переехали мы на другое место от того 35 километров. Здесь вот какое солнце. На картах вон видите холмик где-то там. Там было три домика. А вот слева у нас это река. Так что находки должны быть. Вот у меня первый сигнальчик. И вот у нас такая вот находка. Это у нас пуговка. ушко ушко отломано. Но все равно может быть и монетки будут. Ищем. Вот у нас там речка. Это поворот. Вот брат ходит машет. А вот у меня сигнальчик. Была пуговка. Я ее уже нашел. Но пуговка какая-то непонятная. Некрасивая. Но пуговка. Чуток ее жизнь покосала. Но все же карман. Вот здесь только что поднял пуговку. А вот здесь вот они ТОС. Обалденный был сигнал. Вот она. Тут глина прямо на доме. Вот видите какая. Сейчас почищу и посмотрим. А вот видно орел этой по всей видимости царица полей. Александра. Да. Две копеечки Александра. Е. М. 1800. Дальше не вижу. Может вам будет видно. Вот друзья когда ходишь по такому полю когда мокро что-то знаете как есть работы такие работаешь год за два а вот по такому полю как ходишь здесь шаг за три устаешь неимоверно но когда находки есть то как будто и сила прибавляется продолжим очередной сигнальчик и вот такая штучка я ее ношу уже но еще не чистил но что-то интересное не шмурдяк о смотрите что это могло быть даже не знаю сейчас чуток протру и подумаем вместе вот такая вот интересная приспособа может от кого какого нибудь сундука где золото лежало походу оно обломано какая-то интересная хуторщина может кто находил или кто знает подскажите уехали мы с поля опять сменили место смотрите как обмелело река что за река не знаю от нас это место далеко смотрите когда ударят морозы небольшие вода еще упадет и приедем походим по дну реки а сейчас походим вот здесь по этому берегу два домика мы себе уже наметили так что разведка удалась когда подмерзнет пойдем по полям уже будем знать куда ехать а пока поищем здесь не переключайтесь ветер поднялся дальше ходим по берегу берегу реки вон брат копает вершок золотом наверное вот первый интересный у меня сигнальчик а то пробки пробки вот била как царская монетка и по всей видимости это она монетка ты кто сейчас посмотрим сейчас посмотрю и покажу потому что через камеру не вижу копеечка вроде да друзья это у нас копеечка александра состояние такое хотя больше живая чем мертвая год какой 1800 а тут не вижу 22 или 12 что приятно значит на этом бережку были люди татарские времена смотрите здесь кто-то жарил дикого гуся жарили мясо и пили водку интересно какая тут местность мрачная хотя когда ходишь по такому берегу после поля как будто бабочка так вот здесь у меня был сигнальчик возле этого кустика сейчас мы посмотрим я его нашел но еще не смотрел вот смотрите какая красота люблю когда вот так давайте будем гадать я уверен что это не 10 рублей Екатерины опа земля так било красиво 46 если монетка маленькая бьет 46 это может быть только одна монетка да это у нас ребята деньга год ага сейчас посмотрим к сожалению ничего мы не посмотрим так как эта сторона с номиналом полностью затерта но здесь орел видно двуглавый российской империи но деньга не показатель она как царица полей есть везде даже там где ее быть в принципе не должно тираж очень большой монетка терялась очень часто но все равно находочка в карман вот смотрите чего мы имеем а имеем мы монетосик оп остался отпечаток это у нас 3 копеечки 84 год опять гнутые вчера было что-то похоже но не так находочка забираем фух разрыл такой котлован и вот вывалилась красавица по размерам 10 рублей но это не они итак спрячемся от ветра 2 копеечки 73 1873 или наверное Александр последний вот такая монетка думаю почистится и будет довольно неплохая а там посмотрим ищем итак друзья коп на сегодня окончен я думаю разведка удалась на славу проходили целый день 7 часов выехали и уже начинает темнеть так что себе так сказать объем работ наметили обещают после нового года небольшие морозы мы будем знать куда ехать что нашли обязательно покажем да если видео понравилось ставим лайки если не понравилось ставим дизлайки пишем комментарии с наступающим вас до встречи итак подведем итог нашей разведки вот что мы имеем какая-то загадочная приспособа денежка пятачок 24 года порадовал копеечка я м александра двушечка александра две копеечки походу тоже александра состояние неплохое вот особенно порадовала вот эта вот монетка одна копеечка каем будет стоить каких-то денежек копеечка серебром вот помыл и оказалось пуговка не просто лысая а с номером 44 будет в коллекции пуговки я собираю 3 копеечки поздних советов а вот это все что мы нашли на дне реки не снимал потому что там грязно камеру не доставал самое интересное вот конина так как будто она в позолоте разве такие бывали не знаю механизм из часов это ходячка и вот такая вот пуля достаточно большая вот такие вот находочки у нас за сегодня разведка удалась на славу будет будет теперь куда поехать все удачи всем подписывайтесь на канал удачи удачи